В Украине стартовала предвыборная кампания Верховную Раду. Парламент провалил рассмотрение законопроекта об изменениях в избирательном законодательстве. Таким образом, сохраняется прежняя система выборов в парламент, смешанная. Половину депутатов мы избираем по партийным спискам, половину по мажоритарке. 77% граждан убеждены, что выборы в Раду должны проходить уже по проверенной системе, когда народных избранников будут знать в лицо. Таковы выводы социологических исследований в крупнейших городах Украины. На объявлении результатов исследований побывали наши корреспонденты. Киевский институт реформы и развития, а также социологическая служба «Аргумент» провели социологическое исследование в крупнейших городах Украины. Исследование стартовало в Одессе. Именно в этом городе работают депутаты-мажоритарщики, имеющие достаточно высокий уровень поддержки избирателей. Для социологов важно понять, какие критерии являются значимыми для граждан при их поддержке того или иного народного избранника. Самый высокий уровень доверия у народного депутата Сергея Кивалова – 67%. Первое, что нас интересовало – это отношение граждан к мажоритарной системе. И результаты получились достаточно однозначными. 76,5% горожан убеждены в том, что выборы в Верховную Раду должны проходить именно по мажоритарной избирательной системе. 19% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую смешанную систему, когда 50% избираются по партийным спискам, 50% по мажоритарным. И только 4,5% участников опроса отдают предпочтение исключительно партийным спискам. Также из опроса следует, что знают депутаты Верховной Рады от своего района 65,7%. Они знают 34,3%. На вопрос о фамилии депутата самый высокий уровень узнаваемости оказался у Сергея Кивалова. 67% за ним следует Дмитрий Голубов – 17,9%. Далее Геннадий Чикито – 11% и Эдуард Матвичук – 4,1%. На вопрос в исследовании. Если бы выборы депутата от вашего района состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? Ответ был однозначным. В Приморском районе уверенно лидирует Сергей Кивалов с результатом 72%. При этом отрыв в рейтинге колоссальный. В разрезе персоналей исследование тоже совпало с данными нашего Южноукраинского центра этнических политических исследований, с исследованием, которое было 27 декабря завершено и презентовано прошлого года, что наиболее вероятный победитель в Приморском округе однозначно Сергей Кивалов. И, кстати, он лидирует еще в двух округах – это Малиновский и Киевский. Это наиболее объективная получается картина. Она, конечно, в пользу тех, кто является лидерами на своих округах. В первую очередь, это Сергей Кивалов, которым я еще раз убедился, что после этого исследования нет достойного соперника по его округу, как минимум, а возможно и по городу Одесса в разрезе выборов верху народа Украины. Опрошенные одесситы считают, что только мажоритарная избирательная система гарантирует честность и прозрачность, чтобы их интересы представлял конкретный человек, конкретный депутат-личность, который будет отстаивать их интересы. Только при такой системе избиратель может ознакомиться с биографией народного избранника. Эффективность в современных реалиях мажоритарной избирательной системы подтверждается многочисленными, в том числе зарубежными социально-психологическими исследованиями. Так, персонафицированное представительство местных интересов в высшем законодательном органе страны формирует у граждан чувство социальной и психологической безопасности, комфортности, ощущение большей причастности к власти, прямое или опосредованное присоединение, такое психологическое присоединение к происходящим процессам в стране. Также отмечается возможность реальной и непосредственной коммуникации при взаимодействии избирателей со своим депутатом. Самым ярким примером эффективной работы на мажоритарном округе является народный депутат Сергей Кивалов. Он развивает многочисленные социальные проекты, инфраструктуру, лоббирует интересы горожан. Бессменный представитель Приморского района Одессы в парламенте получает безоговорочную поддержку избирателей на протяжении 21 года. Сегодня невозможно назвать сферу жизни нашего общества, в которой парламентарий не проявил бы себя как защитник интересов жителей региона.